Всем привет! Этот цветок решила делать из бумаги приглушенно-бордового цвета. От рулона бумаги отмеряю и отрезаю 80 см. Сложим бумагу для удобства и разделим на 4 равные части по 12 см. Отложим заготовки в стороны и повторим весь процесс заново. В итоге получится 8 полосок 80 см на 12 см. Первая заготовка. Сложим ее пополам. Еще раз пополам. Разрезаем до конца с обеих сторон. Получаем полотна 12 на 20 см. Складываем заготовку пополам и вырезаем лепесток. В этот раз это довольно необычная форма. Каждый новый лепесток вырезаем по-новому. Давайте своим рукам волю, а голове полет фантазии. Только сильно не увлекайтесь. Рисунок лепестка может быть разным, но не сильно отступать от волны на поверхности. Все. Огромная куча лепестков готова. Теперь предлагаю раскинуть эту кучу по маленьким кучкам. По 5 штук в каждой. Способ сборки для вас на выбор. Это или горячий клей, или иголка с нитками. После того, как все лепестки скреплены между собой, их нужно растянуть. Растягивая придаем волна более закрученный вид. Одна часть середины цветка готова. Продолжаем создавать прекрасные и собираем следующий лепесток. Сейчас я покажу сборку с помощью клея. Субтитры создавал DimaTorzok и продолжая процесс растягиваем полученные соцветия, углубляя волны. Следующая часть середины готова. Если сложить две части, то становится видна прелесть будущей середины. Продолжаем собирать цветок и обрабатываем все заготовки, лежащие на столе. В итоге получилось 6 заготовок. Предлагаю их сейчас соединить. Для этого находим середину у каждой заготовки. С помощью клеевого пистолета соединим все части между собой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Для середины нам понадобится горловина от бутылки. Не зря же так долго эта часть 9 литровой бутылки маячит в кадре. Вложим полученные соцветия вовнутрь. Примерим так сказать. Этому цветку нужны лепестки и побольше. Но для начала покажу, какую именно часть я использую от бутылки. Измерю верхнюю часть. Высота у меня 16 см. От рулона остался остаток 75 см. Сложим его для удобства и разрежем на 4 равные части по 12 см. Получили 4 полотна 12 на 75 см. Первую полоску пополам. Еще раз пополам. И полученные на 3 равные части. Разрезаем с обеих сторон до конца. Получили заготовки 7 на 12 см. Вырезаем скругленные лепестки. и придаем им форму слегка растягивая. При желании на лепестках можно прочертить прожилки. Лепестки эти будут крепиться к форме. Все заготовки нужно превратить в лепестки. Следующую ленту сложим пополам и еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем с обеих сторон до конца. Из полученных заготовок 9 см. вырезаем лепесток. С остальными лентами повторяем все то же самое. Лепестки нарезаны и подготовлены. Время заняться формой. Достаем все ненужные обрезки бумаги красных оттенков и заклеиваем ими острый край бутылки. Полоски шириной примерно 4 см. Длина произвольная. Пришло время лепестков. Начнем с лепестков поменьше. Крепим лепесток сначала на внутреннюю стенку бутылки. Опустившись вниз на 7 см. Клеим по кругу внахлёст. Следим, чтобы верхний край лепестков был на одном уровне. Все лепестки наклеены. Если вы делаете бутон, то на этом месте можно остановиться. Если цветок продолжаем. клеим лепесток теперь ко внешней части формы. Вот таким образом. На форму лепесток крепится опустившись 4-4,5 см. Верхний край лепестка возвышается над предыдущими. Клеим по кругу внахлёст. Ну вот, юбочка цветка готова. Предлагаю закрепить середину. Большое количество клея наношу на форму в нижней ее части и просто вставляю заранее приготовленную середину. Лепестки пока клей не застыл можно подвигать. Я предлагаю юбочку цветка слегка сделать повыше. Оставшие лепестки немного подготовив клею к форме так, чтобы лепесток поднялся над предыдущим на 2-2,5 см. Клеим по кругу внахлёст. Немного присборяем у основания. Лепестки закончились. Возвращаюсь к бумаге. От рулона отмеряю и отрезаю 1 метр. Полученное полотно разрежу на 20 см и 30 см. Полотно 20 см сложу пополам, еще раз пополам, еще раз пополам. Разрезаю до конца с обеих сторон. вырезаю скругленные лепестки. Сформируем лепестки. Немного подкрутим края лепестков. растянем посередине. Я стараюсь придать краю лепестка естественную закрученную форму. наклеим лепестки на форму. Немного присборим у основания и отогнем лепесток. Клеим лепестки на форму за отогнутый край примерно 2 см немного присборив лепестки клеим на уровне последнего ряда немного присборяем клеим по кругу лепестки. Продолжение следует... Продолжение следует... лепестки... чализ лепестки наклеены ряд завершён ленту 30 сантиметровую сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам прорезаем до конца с обеих сторон получила заготовку 13 сантиметров вырезаю скругленные лепестки и как с предыдущими формирую края лепестков лепестки подготовлены клеить их будем на форму попадая между лепестками предыдущего ряда клей наносим на лепесток практически наполовину клеим к форме и к лепесткам и и Субтитры создавал DimaTorzok Последний лепесток занял свое место. Цветок практически готов. Теперь предлагаю оформить чашелистик. От рулона зеленой бумаги отмеряю и отрезаю 15 см. Полотно делю на 4 равные части по 12 см. Каждое полотно сложив пополам, разрежу. Затем вырежем скругленные лепестки. Зеленые лепестки немного растянуть и сформировать. Клеим зелень на форму, заходя на горловину и лепестки. К месту ввинчивания крышки бумагу не клеим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все. Очередной цветок готов. В следующем видео покажу, как делала бутоны и зелень. А у меня на этом все. Не прекращайте удивлять и радовать близких. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok